Бокер Тул. Доброе утро дорогие друзья. Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы к Дашим. И у нас стоит заповедь увещевать сына Израиля. Он ведет себя неподобающим образом в отношении с людьми. И написано, не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему и увещевай ближнего своего и не понесешь за него греха. И, ну друзья, а сколько надо увещевать? Даже сто раз пишется. И, естественно, как нас учит Тора, мы не должны позорить ближнего своего и должны разговаривать с ним один на один. Пытаться что-то сделать. Но, если это выходит уже за рамки, он все равно не слушает. Тогда надо с ним говорить публично. Может это подействует. Вот так вот. И в Торе есть законы определенные. Вот как надо относиться хорошо к ближнему. Допустим, если ты хочешь человеку что-то сказать. Который нам запрещает прийти и сказать, что ты нарушаешь законы. Нам нельзя это говорить. Но если это твой сын или брат, ты можешь говорить. И ты обязан это говорить. Что ты этот закон не соблюдаешь. Или Хевруса, напарник, с которым ты изучаешь Тору. Ему ты можешь говорить. Если вы с ним уже эту тему в Торе прошли. И он знает, о чем речь. И он все равно не слушает. И живет, как он хочет. Не выполняет то, что он хорошо знает. Только в этом случае ты обязан его наставлять. То есть должен объяснять ему Тору, что так-то и так-то ты не имеешь права делать. И сказано нашим мудрецами, что даже надо сказать раввину свою, чтобы он тоже его возненавидел. Но опять же касается только тех людей, которые с нами учат Тору или ближайших родственников. В Торе есть пример. Вернее, это Танах. Написано, что у царя нашего Давида были дети. И Амнон, один из его сыновей, вдруг влюбляется в дочку. Свою сестру по отцу. И дело в том, что он не мог ее добиться. Она всячески этому препятствовала, потому что это не по закону. Но он с помощью хитрости ей владел и потом ее выгнал. И у нее брат, которого зовут Афшалом. И этот брат молчал. Он ничего в этом случае на людях не делал. Ничего не говорил. Пока он не добился, что он казнил этого Амнона. Вот так вот. То есть в книге Север-Хенул такой пример приведен. Что нужно нужно с человеком работать. а не так втайне его потом казнить. Если будешь над этим работать, то тогда не понесешь греха за него. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Ахум, моего дяди, Владир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка Бат-Йоси, Мира Бат-Авраган, Роза Бат-Михаэль, памяти Ури Бен-Харитон, Менбель Бен-Мендель, Заздоровец, Влада Бат-Клара, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Римко, Полина Перба, Сунисура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софьев, Двоера Бат-Мириан, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двоера, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгения Бат-Ита, Иска-Шимон, Бейла Мотал, Фира Бат-Анна, Хороший Дух, Арон Ария Бен-Двоера, Низ Бен-Ахум, Авигаль Бат-Сара, Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.